Маленькая Вероника Пошло, 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 пошло. Это с учетом того, что мы еще обрезали на сантиметров 15 волосы. У нас было бы ниже колен даже. Идея заявить о рекорде принадлежит двоюродной сестре Веронике Анне, которая серьезно взялась за изучение этого вопроса. Я смотрела видеоролики на сайте YouTube и наткнулась на видео под названием «Самые длинные волосы в мире в 5 лет». После того, как я посмотрела это видео, я подумала. Моей сестренке довольно-таки длинные волосы для ее возраста. Я рассказала эту идею родителям Веронике. Она им понравилась, они поддержали, и вот уже через несколько дней мы начали воплощать ее в реальность. Предыдущее достижение было зафиксировано год назад. Тогда еще семья юной рекордсменки не знала о том, что заочно считаются победителями. Мы посмотрели в три года, 54 сантиметра. Просто так смерила, у нас 82. Думаю, ну 54-82 – это очень огромная разница. Все решили, сняли видео, подали заявку. Вероника получает предложение от модельных агентств. Но родители не делают на этом акцент и предоставляют выбор ей самой. Тем более, что маленькая Рапунцель уже выбрала занятие по душе и делает успехи в художественной гимнастике. Я спрашиваю ребенка, если у ребенка есть желание, соответственно, я исполняю ее желание. Если она скажет нет, то значит нет. У меня нет такого, что я прям надо, еще что-то. Нам хватает всего. Я думаю, что она уже вполне взрослая, принимает решение сама. А вот ты на гимнастику ходишь, какие вы там упражнения делаете? Заскакалкой прыгаем. Скажи, пожалуйста, а на гимнастике трудно гимнастикой заниматься? Да. А что там трудного? Трудно привыкнуть на скакалку, трудно мешать. Так. Такие длинные волосы, несомненно, доставляют много хлопот и требуют особого ухода. Но Вероника терпеливо переносит все это и стричься не собирается.